Сергей Михайлович Бурлака, Свято-Филаретовский православный христианский институт. Тема «Духовное руководство в жизни людины, Великой пианисты и православной мирианды». Пожалуйста. Досточтимые отцы, уважаемые члены конференции, участники, гости. Мне очень приятно здесь выступать, потому что я последний раз в этом зале присутствовал в качестве оркестранта. Я закончил Московскую консерваторию, а потом связал свою жизнь с богословием, с церковной историей. Поэтому очень приятно. Я расскажу о очень известном человеке, которого все знают. И знают Марию Вениамину Юдину как музыканта, исполнителя, педагога. Менее известна ее церковная судьба, ее знакомство, ее дружба и связи с очень многими выдающимися служителями церкви, мучениками, исповедниками российскими. И, конечно, она человек удивительный, потому что, когда выходила на сцену, и перед тем, как исполнить Баха, она читала Евангелие, или в годы травли Пастернака выходила и читала стихи Пастернака, это вызывало уважение, восторг. На ее концерты, я беседовал с людьми, которые были свидетелями, выходили как на акции протеста против того, что происходит в стране. А надо сказать, что это 30-е, 40-е, 50-е годы, самые страшные и для музыкантов в том числе. И вот вопрос, откуда такой человек появился. Мы и по музыкантам знаем, что может родиться самородок, но если с ним не работают педагоги, учителя, то ничего не выйдет. Поэтому я хотел бы проследить вот этот опыт духовного руководства, духовничества, наставничества, которые Мария Вениаминовна пронесла через всю жизнь. И обретение веры началось в Невеле, в городке, в Псковской области сейчас, где она вместе с другими молодыми людьми и немолодыми людьми, будучи еще совсем юной, она читала философов, она общалась с Бахтиным, Бумпянским и целым рядом философов. А это, ну, девушка юная совсем, если почитать ее дневники, можно просто изумиться тому, какие мысли в 16 лет приходят молодому человеку. И, тем не менее, она ищет опоры, она ищет общения. И Бахтин с небольшим кругом собеседников, они дискутируют, прогуливаясь по окрестностям Невеле, увлеченные нравственной философией, излагаемой Бахтиным. Они даже назвали безымянное озеро в окрестностях Невеле озером нравственной реальности. И, то есть, здесь уже очень многое формируется у нее, хотя еще не напрямую христианское, да, вот в ее биографии. Но под влиянием Теличеева, это музыкант, тоже удивительный человек, ставший крестной впоследствии, Теличеева повела далее 19 лет в лагерях. И она помогла ей, собственно, подойти к крещению. И в 1919 году она начинает ходить в храм Спаса Наводок, Мария Вениаминовна Юрьевна, настоятелем которого был протерей Владимир Рыбаков. Он знал семь языков, всерьез занимался богословием. В течение нескольких лет после революции отец Владимир писал свой главный труд «Святой Иосиф, песнописец» и его песнотворческая деятельность, сопровожденные колоссальным научным аппаратом. Паства протерея Владимира была обширной, люди самые разные по возрасту в сфере деятельности, интересам, социальному статусу. Но в письмах Юдиной не сохранилось упоминание о характере духовного руководства отца Владимира. Главное известно, что он не смог удовлетворить потребности в строгом духовнике и наставнике. А именно такого руководствия скалывали первые после воцерковления годы Марии Вениаминовны. Далее. Затем Юдина вошла в Петроградский религиозно-философский кружок «Воскресенье», объединявший философов, ученых, представителей творческой интеллигенции. Священников в кружке до 1925 года не было, разве в виде случайных гостей на одном или двух собраниях. Но это были не рядовые священники. Один из них – член Александра Невского братства, архимандрит Гурий Егоров. Впоследствии, после открытия духовного академии, он стал первым ректором в Закборске. О встречах кружка в переписке в 1960-е годы она вспоминала так. «Я была счастлива, что в меня крепко были вложены некие основы интеллектуального и этического бытия вообще. Я получила некие ключи к гуманитарному познанию вообще, необозримое поле мышления в целом, и сколь вам могу черпать до гробовой доски. То были поистине цвет человечества. Бескорыстие, трудолюбие, ответственность, активная доброта, сила мысли. И сколь многие из них погибли смертью мученика». Второго декабря, это вот, кстати, на фотографии ее грез, Натя Личеева, к сожалению, только лагерная фотография из документов следственных. Второго декабря 1928 года из-за все большей концентрации внимания в дискуссиях и встречах на попытке соединить христианство с социализмом, Юдина вместе с супругами и Бахтиными, вышло из состава кружка. В то же время Мария Леонидовна регентовала в храме Воскресения Христова, то есть в Спасе Хринии. С 1926 года она посещала высшие богословские курсы при Эстонской Православной Церкви, где встретила преподававшего там протерея Федора Андреева. Строгая требовательность, простота общения, сочетавшаяся у него с глубокой образованностью, все это привлекало к отцу Федору многочисленных прихожан из интеллигенции. Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал о нем так, знаменитейший проповедник, на проповеди которого в Сергиевскую церковь стекалась вся интеллигенция Петрограда. Протерея Федор духовно окормлял Юдину вплоть до своей кончины в мае 1929 года, приглашая ее к себе домой на пасторские беседы. В 1965 году она вспоминала, руководство покойного отца Федора было поистине суровой школы. Был он замечательным проповедником и, имея семью, являлся человеком не от мира сего. И весь пронизан был эсхатологическими чаями. К Юдиной Федор относился с уважением, но позднее в семье он говорил, что она недокрещенная, имея в виду ее непрестанные поиски и независимость суждений. Этот момент я еще в заключении отмечу. В 1930 году Мария Вениаминовна совершила несколько поездок в Москву. В одной из таких поездок она познакомилась со священником Михаилом Шиком, который к тому времени вернулся из ссылки в Средней Азии. Отец Михаил служил в различных храмах Москвы, в том числе в храме святителя Николая в Кленниках. А после того, как священник Владимир Амбарцумов принял попечение в общине храма святителя Николая в Соломенной Старушке, он стал служить там. Юдина приходила к нему, общалась с ним, приезжала в ссылки отца Михаила, она приезжала в ссылку к нему и беседовала. Говорят, была переписка, к сожалению, не удалось пока найти. Очень интересно вопрос, о чем они говорили, что это был за разговор пианист Гера и священника, который тоже в 1937 году был расстрелян. Ну и вот тоже фотографии следственного дела. В 1928 году в доме отца Федора Юдина познакомилась с отцом Анануэлем Жураковским, который являлся вдохновителем и руководителем молодежной православной общины в Киеве. Ну, надо понять, что это конец 20-х годов. Собирать общину – это фактически самоубийство. Но он собирает молодежь, он вдохновляет, многие там принимают обеты безбрачия, и как-то вот очень хотят послужить Христу, христианству, православию. И сам отец Анатолий, для него община была большой, особой попыткой по-новому, по-небывалому устроить не какой-то уголок в жизни, не какое-то «дело», в кавычках, но устроить самую жизнь во всем многообразии ее проявлений. И вот Юдина знакомится у отца Федора на квартире. В какой-то момент произошел обыск. К отцу Федору перешли, перевернули весь дом. Отец Анатолий Жураковский спрятался за дверью, входной, рядом с телефоном. Следователи все обыскали, но за дверь не посмотрели. Поэтому отцу Анатолию суждено было еще послужить и в Киеве, и уже переезжая, он тоже был расстрелян в 1937 году на Соловках. Вот фотографии его тоже следственного дела. И еще один священник, выдающийся богослов, отец Павел Флоренский, встреча и беседы с которыми имели чрезвычайное значение для расширения духовного горизонта Марии Вениамины. Хотя их беседы часто носили светско-культурный характер, хотя и глубокий. Ютина часто играла Флоренскому, Флоренский как-то размышлял. И когда уже на Соловках отец Павел был, Мария Вениамина напрашивается поехать с гастролями на Соловки. Это вот тоже, это вот некоторая особенность Марии Вениаминной была. Конечно, это не могло быть обращено. Общение с выдающимися представителями русской церкви, будущими новомучениками и исповедниками, хотя имело эпизодические характеры, такие не систематические встречи, трудно назвать в строгом смысле пухомническими, не могли не повлиять настолько впечатлительно на то, как Родина. Общение со священниками таких высоких нравственных качеств, духовной образованности, одновременно укорененности в культуре, несомненно, имело важное значение для формирования ее духовного пути. Далее, после декларации митрополита Сергия, Мария Вениаминна примыкает к непоминающему, то есть, в частности, к эсеклянскому движению, которое не разделяло политику митрополита Сергия по сотрудничеству с советским государством безбожным, она считала, что это и есть обновленчество, что, ну, она огненный человек была, она сразу все это говорила. На это, конечно, еще влияли и ее окружение. Есть сведения о том, что она даже ездила по каким-то местам и передавала сынным епископам какие-то письма. Это вполне могло быть. И вот это время, 30-е и 40-е годы, Мария Вениаминна в разные храмы, ее замечают в храме Ильи Обыденного, но она не причащается, она стоит вот в придворе, благочестиво молится. И фактически в ее дневниках, точнее в письмах, очень много упоминаний, что она ходит в храм, она ходит на службу, она после концерта бежит в храм, стоит на всеночной, хотя у нее и больные ноги уже, и здоровье не позволяет, но она молится. И в 56-м году она знакомится с потерей Николаем Голубцовым, известным московским священником и проповедником, и благодаря ему Ютина как бы возвращается в церковь, она причащается снова, и забота, и пастырское попечение отца Николая для нее было очень важным, она пишет, 8 лет жизни была под крылом, под защитой. Все несчастья переносились с некой неизъяснимой облегченностью, или иногда даже вовсе отступали, исчезали как дым. В 50-е и 60-е годы Мария Вениаминовна знакомится с епископом Антонием Сурожским, который приезжает из Англии к своим родственникам Скрябиным, и Мария Вениаминовна узнала, где он живет, и к Ирине Сафраницкой, супруге великого пианиста, она постучала в дверь, я общался с Сафраницкой, она рассказывала, сейчас ей 98 лет, по-моему, это удивительная женщина, она говорит, открыла дверь, Юдина стоит, а когда Владыка был дома, говорили, что никого нет, никому не открывать, все на войне, все ушли, и тут заходит Юдина, говорит, я к Владыке, говорит, никого нет, у нее был фирменный жест, она вот так, Сафраницкая, ну тут какая-то, ну не потасовка, но шум, Владыка выходит в коридоре, что за шум, Мария Вениаминовна бухается на колени, и ползет к нему, и начинает целовать ноги, Владыка Антони, говорит, поднимает ее за руки, говорит, если целоваться, то в лицо, вот, и Мария Вениаминовна не раз играла ему, Владыка хотел как-то отблагодарить, и узнал, что у нее нет одежды, она ходит почти полураздетая, вот, в каком-то легком пальто, где-то в очередях выстояли, пальто он подарил. Мария Вениаминовна, я в письмах нашел, Владыка подарил ему пальто, оно такое прекрасное, оно такое теплое, оно такое легкое, в ломбарде отдали всего 10 рублей за деньги, она отнесла в ломбард, чтобы эти деньги дать, вложить, помочь, прокормить кого-то. В следующий раз Владыка был мудрее, и он оплатил остекление ее балконной двери, которая зимой даже там гулял ветер. Это тоже быт и жизнь бытовая Мария Вениамина, она, конечно, очень напоминала жизнь, как будто, такого юродства в Христе и свидетельства через это. Мария Венина причащается у Владыки, где ее сохранилась фотография, наверное, она уже была. В конце жизни Мария Вениаминовна все чаще думает о 60-е годы, это последние десятилетия, она не могла найти духовника себе, она ходила в разные храмы, она общалась с отцом Элодом Шпилером, отцом Александром Менем. Это были разные, очень интересные беседы, но духовничества вот такой связи пастырской не получалось. И даже был случай, что Мария Вениаминовна обратилась в Московскую Духовную Академию и к владыке Филаретову, Хромееву тогда, Дмитровскому, и попросила поступить в Академию. Отучиться и сдать на степень магистра богословия экзамена. Ну, естественно, владыка сказал, что это невозможно. Вот. А приезжайте к нам и дайте концерты. Расскажите о вашем понимании Баха и Моцарта. И это будет вашим экзаменом на степень богословия. Вот. Она приехала и семинаристам рассказывала об экуменизме через музыку. Да, вот Бах был протестантом-пиетистом, Моцарт католиком. Наши великие командиры православные, но они же вместе могут жить. Конечно, это было воспринято определенным образом. Ее больше никогда не пригласили. Это музыкально. Ее не пригласили. Она побежалась. В этот момент она в своей переписке написала, что меня не приглашают, но может быть это потому, что церковь не свободна. Это может быть это спущенное решение церковь. Но, о Боже, в каком рабстве наша церковь. И вот она тогда, она очень хорошо понимала, что церковь не свободна. Но она была внутренне свободна. И она искала таких священников и таких пастырей, которые обладали этой внутренней свободой. В конце жизни она все больше думает о монашестве. Она пишет, ведь у меня поистине уже ничего нет, кроме несчастливых крестов, со всеми родными, больными, бедными, с памятью умешивших, с долгами, с полным разрушением минимума здоровья. Что же мне необходимо грешным? Тайное монашество. Подготовка, благословение, руководство. Руководство в духовном благопознании и чисто богословское руководство. И снова возникает жажда искать строгого, но теплого, небезразличного руководства. Вероятно, именно монастырского. Епископ Леонид Поляков латвийский благословляет ее готовиться к монашеству. И фактически вот в последний год ее жизни она уже планировала переехать в Рижскую пустынь, где на то время служил архимандрит Таврион Батосский, тоже выдающийся исповедник веры, который очень многое сделал для церкви. Не получилось, она заболела на фоне диабета воспалением легких и в 70-м году умерла. Подведем итог. В целом Юдина была ориентирована на традиционный тип духовного руководства. Всю жизнь искала себе духовника, однако в ее жизни длительные духовнические отношения не складывались. С одной стороны, это происходило в силу исторических обстоятельств. Невозможно было так долго ходить куда-то. Но главное, не всегда священники были готовы к тому, чтобы среди посолов были не только люди простые, не готовые к поиску высоких нравственных и духовных идеалов, но и представители высокой культуры и науки, ищущие воцерковление всей жизни и готовые к активному участию в делах и служении церкви. Мария Венемина относилась к тому типу людей церкви и культуры, которые, как, например, известный иконописец русского зарубежья Иногиня Иоанна Рейтингер, своим главным послушанием парадоксально считала свободное творчество. Им было затруднительно вот таким людям вписываться в рамки усредненного хорского и монашества, монашеского духовничества. Не случайно одной из характеристик данных про Тереем Федором была недовоцерковленность. То, что отец Федор считал недостаточной воцерковленностью Юдиной, скорее было особым типом религиозной жизни. Лишенной возможности постоянного духовного окорбления в условиях гонения на церковь, Юдина открывает для себя другие пути духовно-практического руководства в церковной жизни. Ориентацию на евангельское слово и на образцы общинной жизни. Потому что у каждого есть свои калитно-преклонения в Евангелии. Она руководствовалась как целый этап в своей жизни на какой-то текст. И вот это общение с представителями такого общинно-братского движения в церкви. Так из ее переписки видно, что в трудных жизненных ситуациях она постоянно обращается к Евангелию, обосновывая им свою духовную деятельность, ищет в нем аргументы важных споров. Некоторые евангельские строки определяют ее жизненное хребро. Она определяет его как практики духовного сопротивления. Она писала «Я стараюсь держаться за тот или иной самый близкий на данное время евангельский текст». Такие строки она называла калитно-преклонению Евангельского. Примечательно свидетельство духовной дочери отца Анатолия Жираковского, Анны Артаболевской, ставшей ученицей Марии Вениаминой в консерватории, которая так характеризовала отношение к окружающим ее людям. Для нее весь мир был общимым. В письмах протерею Леониду Гайдукевичу, написанных за годы кончины Юдина, подчеркивала ценность общинного измерения жизни. Кажется, пишет она, разнообразие и богатство понимания людей друг друга и дает общинность, соборность, софийность, если угодно, христианского общества. В XXI веке перед церковью и членами встают новые вызовы времени, в том числе связанные с душепопечительством по отношению к выдающимся представителям интеллигенции, деятелям науки и культуры, ищущим, как Юдина, строгого, глубокого, но не жестокого и жесткого формального духовничества. Пример жизни Юдиной и ее трудных поисков духовного руководства может помочь поставить этот вопрос во всей его остроте. Спасибо. Браво!